Сегодня в Японии отмечают день осеннего равноденствия и рынки страны закрыты. В целом азиатская сессия протекала тихо. На рынках отмечался сдержанный аппетит к риску. Оптимистичные новости с торгового фронта наконец вышли на первый план, оставив в стороне конфликт на Ближнем Востоке. Валюты-антиподы демонстрировали самый сильный прирост за счет разрядки в сфере торговли. Индекс доллара, отслеживающий динамику курса доллара на корзине шести мировых валют основных торговых партнеров США, начал эту неделю вблизи максимумов прошлой торговой сессии. Индекс USDX завершил торги в пятницу с позитивом после слов заместителя председателя ФРС Ричарда Кларидо, который выразил надежду на то, что американские потребители поддержат свою экономику и в условиях замедления темпа роста глобальной экономики США все же сохранит перспективы для благоприятного дальнейшего развития. Разумеется, такая риторика монетарных властей вернула инвестиционную привлекательность американским активам. В то же самое время пара USDJPY не может выбрать направление и в начале новой торговой недели колеблется в узком диапазоне в 15 пунктов между отметками 107.55 и 107.70. Пара приостановила коррекционное снижение прошлой недели и нашла поддержку около отметки 107.50. Помимо новостей о торговых отношениях между США и КНР, бегство от рисков укрепилось за счет падения доходности трежерис США, спровоцировав тем самым ослабление позиций доллара в паре с иеной. Сможет ли пара развить рост или продолжить торги в диапазоне, определит риторика сегодняшних выступлений представителей Федрезерва Уильямса и Уолларда в ходе торгов в Северной Америке. Австралийский доллар после снижения к уровням начала сентября отыграл лишь 0,3% и вновь развернулся, нацелившись на отметку 0.6300. AUDUSD не обратила внимание на смешанные данные по PMI в секторе услуг и обрабатывающей промышленности CBA Австралии, но учла сохраняющуюся неопределенность в урегулировании торгового конфликта между США и ключевым потребителем австралийского сырья Китая. Начало недели обещает быть спокойным. Сегодня еврозона Германии и США опубликуют предварительные данные индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. В ходе севера американских торгов Канада обнародует данные по оптовым продажам, но главным событием дня станет выступление в Брюсселе Марио Драги, главы ЕЦБ. Настроение рынка будет зависеть от новостей с торгового и геополитического фронтов. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании Инстафорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок!